Продолжение следует... 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 они просто из пластмассы головы и шеи у них тоже покрытые ворском этим ворсом ворсом да это в английском ворск наверно поэтому да а весь корпус пластмассы просто из чистой пластмассы и видите вот на солнце она блескивает а так конечно с настоящими грицами такого не бывает и поэтому гуси осторожны куда не подойдет подойдут они за подозрение что-то нехорошее но вообще конечно идентичные у нас подсадные когда гуси садятся к ним то тяжело отличить где настоящий гуси где подсадной так что стоило платить солидные деньги покупать хороших подсадных один раз и на всю жизнь правда правда одеты мы немножко как чмо конечно но это это нужно все таки я считаю что это московина мешковина она больше всего подходит по цвету стерни тяжело угадать всегда на разных полях охотимся иногда на гороховых в этот раз вот на соломенном такой на пшеничном стерня осталась в то же время зеленый подгон уже пошел ну скрадок не зря я собирал эту траву вязал в пучки укрыли мы наши скрадки все таки здорово издалека я смотрел по цвету отличается немножко слегка но зато не видно и гуси как-то доверяют больше да вот такая вот получилась охота хорошее начало расставили две сумки по 6 4 гиганта 12 4 16 гусей всего чего вполне хватает потому что только начало сезона птица очень осторожная очень много пришлые птицы вот эти вот между прочим все были пришли которые местные не просто точно знали они поднимались воды и шли на свое поле на излюбленное где они пасутся каждый день не глядя на нас ничто их не привлекало не под подзывание размахивание флагом а вот эти пришли искали компанию большие стаи они еще не сбились поэтому очень важно держать такой маленький сет для начала ну вроде рассказал все все при мудрости сейчас мы соберем гильзы потому что мы не сорим мы люди хорошие уважаем чужую территорию так сказать потом мы соберем наши скоротки соберем пацанных сложенных кучки кинооператор пойдет за автомобилем загрузит все а я пойду попробую того гуся который сел или упал там на водоеме или в кустах там камыши заросли там тяжело будет найти если он скончался то может и не найдем ну-ка пробуем каюты найдут ой мигом найдут но этот долг каждого охотника до подобрать но в основном мы всегда находим их как в основном мы всегда находим речь а у тебя такой упертый и упорный товарищ динамит все это уже вам не принадлежит не надо облизывать дай мне нет он сразу думает где-то что-то идет оздирается ух ты блин бродяга в любое время если я муж хожу что-то позову его скажу иди сюда или стой или садись он начинает оглядываться он не выполняет команду потому что он знает в этом случае где-то что-то появилось к это дичи не что и поэтому ему важно увидеть прежде чем выполнить команду одноглазый бродяга зажил отнимался опять стал таким же веселым жизнерадостным играем с ним по-прежнему и по-прежнему он умеет ретривы да сегодня между прочим приходили гуси я по нему стрелялся и один так резко пошел ну я думаю здорово я бы начал кричать мол иди давай догоняй его набирай потому что похоже было на то что будет такой затяжной такой у него полет и сядет он где-то очень далеко за километр может и тогда бы собаку очень пригодилась бы и он помчался помчался на гусь так это передумала опять поднялся примкнул косяку и ушли мы долго за ним наблюдали не знаю что у него пришел что может легкая контузия пыжом не пришлось не довелось ему поработать поэтому такого дни которые падали поблизости он таскал что есть тоже хорошо ладно какое сегодня 6 7 сентября сезон открылся 1 сентября так ждали потому что в самые первые дни только прошел август только закончилась ленька у птицы утята там плавают это по болоту еще и летать толком не умеют как-то не хочется их расстреливать но сейчас чувствуется утка начала хорошо ходить уже подходит северная птица и поэтому бы как всегда готовы к труду и обороне и так забил я пушку туго и пойду и попробую угостить я друга